Привет, BJJ Freaks! Но что бы тебе советовать людям, которые хотят победить? Какой лучший период, чтобы начать или что-то, что ты предполагаешь? Что ж, после чемпионата Европы я почувствовал некоторое давление жизненных обстоятельств. Я решил сложить свой пояс на маты и решил уйти в отставку. Я решил себе дать время отдохнуть от соревнований. Это как наркотик, вы понимаете, эти соревнования. Я всегда говорю своим ученикам, что соревнования дают громадный толчок становиться лучшей версией себя. Ты должен поддерживать свое тело и разум в лучшем виде, выводить свою технику на новый уровень, да и силы духа держать в тонусе. Все должно быть отточено и в боевой готовности. Так что легко понять, почему соревнования вызывают привыкание. Что касается возраста, я рекомендую выступать в любом возрасте. В любом возрасте. Ты можешь начать выступать и в 5 лет, и продолжать до конца своих дней. Это всегда будет подталкивать тебя быть еще лучше. Соревнования – это испытание себя на прочность, как в жизни. Я участвовал в соревнованиях в разные моменты своей жизни, после каникул и далеко не в лучшей форме, но всегда что-то позитивное выносил для себя в итоге. Но, конечно, все зависит от вашей точки зрения на соревновании, от вашего отношения. Нельзя, например, относиться к этому, как вдруг, если вы не получили золотую медаль, ругать себя, типа, ой, все, я ухожу из джиу-джитсу, я ужасен, я бросаю. Это абсолютно неверный подход. Единственное, что вы должны бросить – это привычку опускать руки. Поражение должно толкать вас вперед, становиться лучше. Дело в том, что мы забываем, перестаем ценить то, чего мы достигли. Вы должны посмотреть на себя и задать вопрос себе, каким я был два года назад. Например, стал ли я лучше? Улучшился ли я физически? Выросло ли моё джиу-джитсу? Стал ли я лучше соображать? Стал ли я спокойнее и расслабленнее по жизни? Решаю ли я свои проблемы лучше? Мы забываем все те бонусы, которые даёт джиу-джитсу, и сравниваем свои успехи с чьими-то успехами в чужой жизни. Не делайте так. Сравните себя с собой. Спасибо. И что вы думаете, что мотивирует высокие бонусы для соревнований? Потому что в России на уровне красного бонусы они остановились, и мы не видим их в соревнованиях. Когда люди начинают бояться соревнований, это значит, что они боятся проиграть. Ты проигрываешь только если боишься проигрыша. Ты ничего не проиграешь, если рефери не поднял вашу руку в конце схватки именно здесь и сейчас. Думайте шире, чему вы научились, что вы отсюда вынесли, какой урок вы получили от этого. Для успеха из соревновательной формы вы должны лучше питаться, привести себе форму, инвестировать в себе время. Это все очень круто. Но, если ты идешь соревноваться с мыслью, блин, я не могу проиграть тому чуваку из той академии, обо мне начнутся разговоры за спиной. Не беспокойся об этом, дружище. Без разницы, кто о чем говорит. Единственный способ никогда не проигрывать, это оставаться дома. Ты никогда не проиграешь, сидя дома и разговаривая, разговаривая, разговаривая. Впиши свое имя, зарегистрируйся, ты всегда получишь урок. Не волнуйся о давлении, вообще не парься. Брось вызов сам себе, это же круто. Что бы я предложил? Россия, это такая огромная страна, но БЖЖ сообщество очень маленькое. Все знают всех. Поэтому, возникает большое давление на всех, кто выступает на соревнованиях. Блин, я не могу. Да расслабься, просто наслаждайся процессом. Вместо того, чтобы воевать друг против друга, объединяйтесь. Боритесь друг против друга, пытайтесь убить друг друга на ковре, но в конце, пожмите друг другу руки, обнимашки и до новых встреч. Очень хорошо, молодец. Теперь ты здесь. Красивая девочка. Красивая, очень хорошо, спасибо большое. И ты, в твоей красивой битве. Красивая эмики. Красивая, очень хорошо. В beingsчинстве, пл TCPoCО. Вот так, покосатое. Красивая сказать. Красивая дерьма. Красивая, резきたия техника, Красиваяavan Красивая. Красивая сетка в основном двереже. Красивая света в Аз institutionsчин prime醍. Красивая центра offense у меня, все 몇 раз это слово,